Вопрос развития многофункциональных центров в Тверской области стал основным заседанием регионального правительства, которое прошло 12 января. Судя по прозвучавшим докладам, Верхней Волжи за последние годы добилась больших успехов в развитии сети этих учреждений. Данные усилия нашли должную оценку и на федеральном уровне. Сегодня услуги МФЦ доступны для более чем 92% жителей Верхней Волжи. На территории Тверской области работают 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделения. Открыты 332 окна. Неудивительно, что успехи нашего региона были отмечены и на федеральном уровне. Активно принимаем участие в пилотном проекте Минэкономразвития Российской Федерации по реорганизации системы управления и унификации систем управления МФЦ страны. И Министерство экономического развития за эту работу нами получена благодарность. Несмотря на это, на достигнутом власти Верхней Волжи останавливаться не собираются. В 2021 году в регионе будут отремонтированы и открыты новые филиалы в семи муниципалитетах. При этом стоит четкая задача. Каждый офис должен соответствовать всем современным стандартам. Новые это Кимры, Вышний Волочок, Ржев, Торжок. Ремонт в таких муниципальных образованиях, как Молоково, Красный Холм. Это открытие в городе Твери нескольких центров. На этой неделе уже будет утверждена открытая и опубликована концепция Твери-экспо, которую мы обещали. Первым резидентом там станет МФЦ для жителей Заволжского района. В текущем году расширяется перечень оказываемых в МФЦ услуг. Добавляются опции ЗАГСа, глав архитектуры, фонда капитального ремонта, вытащи биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений. Прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения, в минувшем году эта цифра составила 720 тысяч. Одна треть – это Росреестр, регистрация права, сделки с недвижимостью, выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Одна треть у нас идет МВД, услуги МВД. Это паспорта, водительские удостоверения, регистрация по месту жительства, по месту пребывания. И большая доля – это сейчас, на данный момент, услуги соцзащиты населения. Попутно граждане могут получить и полный спектр банковских услуг. Во всех филиалах имеются отделения крупнейших государственных кредитных учреждений, которые пользуются наибольшим доверием населения. Сотрудники банка в качестве удаленных рабочих мест обеспечивают свое присутствие, оказывая тем самым, кроме платежных услуг посетителям МФЦ, также и банковские услуги, среди которых это заявки на кредит, выдача пластиковых карт дебетовых и кредитовых, открытие текущих счетов, подключение мобильного банка и прочие услуги банка. Стоит отметить, что региональные МФЦ активно внедряют современные технологии. В частности, они перешли на электронное взаимодействие с пенсионным фондом, благодаря чему сокращено время обмена документами между сторонами, ускорено получение документов клиентами. Кроме того, запускается мобильное приложение. Разрабатывается новое мобильное приложение МФЦ, которое позволит более удобно пользоваться сетью многофункциональных центров. Опция для бизнеса, мои документы, мой бизнес, то, что сегодня достаточно высоко востребовано. Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан, отметил Игорь Руденя, подводя итоги обсуждения этого вопроса.